Всем приветик! Я сегодня не показываюсь, но очень сильно хочу записать видео, поэтому вот так сижу тут пью чаек, не показываюсь, потому что болею, вот выгляжу не очень, пью чаек с тортиком, с пирожочком домашним, сделала с лучой, кстати, вот, в общем, получилось вкусно, кисленько так, вот, я сегодня к вам с такой информацией. Итак, хочу поделиться своим опытом, своими придумками и, может быть, даже лайфхаками, но один лайфхак точно будет, про то, как я придумала организовать пространство для хранения ребенку вещей, когда этого пространства нет, просто в квартире. Когда мы сюда заехали, у нас, в принципе, комната большая, но вот как-то так получилось, что у нас такой огромный шкаф, и мы весь его, нету кладовки, и, в общем, у нас вся квартира хранится в шкафу, и вещи там, и документы, и обувь, и, в общем, все-все-все хранится в шкафу, поэтому уже вроде как не осталось даже и свободной полки для ребенка, комод тоже занят, диван занимает большую часть комнаты, и, в общем, оставалось у меня место только для кроватки Олиной, и я понимала, что у меня нету места для какого-то комода или чего-то, где будут храниться ее вещи, и, в общем, я начала фантазировать и придумывать, как мне это сделать, чтобы это было удобно, самое главное, вот, и не затратно, точнее, не испортить еще больше, не захламить комнату, короче, еще каким-нибудь шкафом, который уже вообще не к месту, в общем, покажу, как я все придумала сделать, и, может быть, будет кому-то полезно, вот, так что приглашаю вас к просмотру, да, но для начала покажу вам небольшой рум-тур, как наша комната выглядела раньше, до рождения дочки, когда вот мы только заехали, я уже как раз там была на последних сроках беременности, так что сейчас покажу, итак, вот как выглядела комната до появления Оли, сейчас вы увидите, что оставался один лишь свободный угол для кроватки, и между кроваткой и шкафом оставался один небольшой зазор в 40 с лишним сантиметров, 40 с лишним сантиметров, как вы понимаете, туда не впихнуть какой-то полноценный шкафчик или комодик, поэтому я вот изобрела такой комодик, сейчас вам покажу. Кстати, если кто внимательный, то вот этот комод, в кавычках, это такие две тумбочки, на самом деле они раздельные и киевские, вот, опять же, из-за нехватки пространства мне нужно было как-то фантазировать, фантазировать, и вот эта тумбочка, она мне идеально подходила сюда по размеру, но одна, она, это, ну, слишком мало, два отделения, мне нужно было две, и мы придумали вот так вот скрепить их, они у нас сзади там специальными крепежами соединены, и получается вот такой вот цельный один высокий комодик, очень удобно получилось, классно, на самом деле ящики вместительные, они такие глубокие, широкие, вот, и потом можно будет, в принципе, использовать, разъединить, использовать раздельно или слитно, но я склоняюсь к тому, что я, наверное, вот так Оле оставлю, будет ее целиковый такой комодик. Так, ну давайте начнем с комодика, здесь у нас аптечка, я, кстати, уже как-то снимала видео про аптечку, сейчас она у нас стала намного больше, здесь такой небольшой беспорядок, у меня есть видео, что мне нужно из аптечки с маленьким ребеночком на каждый день, это было видео, когда Оле, по-моему, было месяца два-три, оставлю ссылочку, здесь у меня, обычно я кладу памперсы и пеленки непромокаемые, вот что-то такое, в этом отделе у меня хранится одежда, которая нам еще на вырост, на вырост, либо тоже не по сезону, вот сейчас, наверное, летнее сюда сложу, а зимнее можно переложить уже в обычную секцию, и здесь вот у меня все, что касается коляски, это вот такая натуральная овечья шкура, я ее стилю зимой в коляску, и здесь еще лежат обычно такие подстилочки, которые мы используем в коляску тоже, когда тепло, но сейчас они гуляют вместе с Олей на улице. Так, и вот здесь вот мне пришлось организовать единственное место, в общем, куда я могла как-то поместить детские вещи, в общем, мне было неудобно, чтобы это лежало просто стопками как-то, поэтому я закупилась вот так вот органайзерами из Икеи, и, конечно, ассортимент вещей поменялся, да, раньше, когда тут совсем было все малышковое такое, пупсиковое, это были немножко другие вещи, но сейчас расскажу, как у нас что хранится. Вот так, можно сказать, выглядит вся детская зона вместе с комодиком, где хранятся детские вещи. Сразу хочу сказать для особо переживающих, которые будут писать, что как это детские вещи хранятся над верхней одеждой, хочу вас успокоить, вот здесь у нас хранится одежда, которую мы не носим в данный сезон, то есть сезон заканчивается, одежда либо относится в химчистку, либо стирается в машинке, потом вешается вот сюда в шкаф, в чехлы, либо просто вот так развешана. А одежда, которую мы носим на улицу в конкретный сезон, она висит в другом шкафу, который стоит у нас у входа в прихожей. Вот этот шкаф, очень удобно, сразу пришел, куртку сюда убрал. Вот, просто есть люди, мои любимые в кавычках комментаторы, не любимые, которые правда, с которыми мы часто общаемся в комментариях, а любимые, они такое ощущение, что за моего ребенка переживают больше, чем за своего, поэтому вот. Значит, вот здесь, в этом отсеке, все, что касается улицы. Здесь толстовки, штанишки, какие-то кофточки, лосины. Это у нас штанишки, которые мы носим дома, часть из них в стирке. Штанишки, шортики, здесь отдел с носочками. Вот это здесь все, пеленки и постельное белье для кроватки. Дальше вот в этом контейнере, я его переставляю то туда, то сюда. Здесь у меня шапки. Еще, кстати, летние шапки, вот надо их будет убрать. В общем, здесь у нас шапочки и колготки лежат. И вот колготки еще вот сюда тоже я иногда вставляю, которые мы сразу снимаем с улицы. Так, здесь у нас тоже футболочки для дома. Некоторые тоже сейчас испачканы, не хватает здесь. Вот здесь у нас футболочки, которые такие нарядные, больше для улицы. Здесь тоже шортики, вот я их сейчас буду убирать, так как летний сезон уже закончился. Здесь все, что мы тоже носим дома, либо мы в этом спим. То есть тут всякие бодики, домашние футболочки, шортики. Здесь у нас длинные такие костюмчики, слипики, да, которые называются. Вот, они больше для улицы. И здесь у нас трусики. Вот так вот. Вот так вот, в общем, я придумала использовать вот эту полку для хранения детских вещей. Потому что другого варианта у меня, честно говоря, просто нету. Своих вещей тоже как-то у нас оказалось очень много. И вот у нас есть комод. Вот сюда я как-то думала вписать тоже детскую одежду. Но ничего не получилось, потому что у меня здесь и полотенца хранятся, и постельное белье, и наши вещи. И даже там из документов что-то. И просто какие-то мелочи. В общем, никак не получилось вписать сюда детскую одежду. Нужно было искать какое-то полноценное место, потому что вещей много. Нужно было вот что-то такое, да, куда кладёшь какие-то такие вот, типа, ну вот это же всё тоже нужно где-то хранить. Всё, что касается ребёнка, да, какие-то вот вещички куда-то поубирать. Даже вот эту вот шкуру, да, она много места занимает. Вот, а так для неё есть целая полка. Ну и здесь уже то, что нам нужно на каждый день.